Сегодня в Москве состоялся единственный концерт знаменитой оперной дивы Анны Нетребко. Ради него певица даже отменила несколько других выступлений. В последнее время Нетребко не часто выходит на сцену, готовясь к рождению ребенка. Перед началом концерта певица встретилась с нашей съемочной группой и рассказала о своих творческих планах и даже немного о своей личной жизни. Репортаж Юлии Шатиловой. Такой темперамент не спрячешь. Оперная дива 21 века, кубанская казачка Анна Нетребко успевает все – и петь, и танцевать. Билеты на гала-концерт были раскуплены еще за несколько месяцев, но перед входом в Большой зал консерватории все равно небывалый ажиотаж. Московской публике Прима привезла только шедевры – любимые арии из опер Рассини и Беллини. Я считаю ее одним из лучших сопранов в мире сейчас. Равно ей нет. Я рада, что в нашей стране выросла певица такого мирового уровня, которая рукоплещет весь мир. Самая непредсказуемая оперная Прима в очередной раз всех удивила. Еще недавно мисс Нетребко заявляла, что не хочет ни детей, ни мужа. Ей и так интересно жить. И вот на самом пике своей карьеры, ведь ее гастрольный график расписан на много лет вперед, 36-летняя певица объявила, что ждет ребенка. Со своим мужем, уругвайским баритоном Эрвином Шротом, Прима познакомилась во время работы над оперой «Дон Джоан». Малыш должен появиться на свет осенью. С моей профессией иметь ребенка – это очень непросто. Ну, посмотрим. По крайней мере, пока я очень счастлива. Мне придется искать няню, которая будет, к сожалению, наверное, ездить с нами. А как иначе? Я не смогу вставать в 6 утра в день спектакля и заниматься с ребенком. Это будет непросто. Но я думаю, что ни одна я такая певица, очень много у которых и не один ребенок, а больше. И как-то они справляются. Прима нового поколения Анна нетребко признается, что любит модно одеваться и проводить время на дискотеках. Она буквально влюбила в себя публику всего мира, женственностью и чувством юмора. Всех вон! Извините. Это была реплика Прима Донны. Всех вон. Оперная Золушка. Девочка из Краснодара подрабатывала в Мариинке мытьем полов во время учебы в консерватории. Жизнь перевернула победу на конкурсе Глинке в 93-м. Вот эти уникальные кадры. За внешностью модели жюри сумел разглядеть большой вокальный дар. Сегодня ее имя в афишах легендарных театров мира. От лондонского Коэнгардена до Метрополитен Опера. Русская дива открывает Венский бал, дает совместные концерты с Власида Доминго и Роландо Вилазону. Я люблю русскую музыку, но, к сожалению, я не исполняю русскую музыку. Просто потому, что мой голос не, так скажем, не подходит. Где я себя хорошо чувствую, это я чувствую в итальянской музыке и во французской. Чем и занимаюсь. В ожидании первенца оперная Примадонна пересмотрела свой гастрольный график и уже отказалась от участия в Зальбургском фестивале. Но в Москву, признается, не могла не приехать. Два дня назад поздравляла застольной песней из Травиаты Верди маэстро Гергиева с юбилеем. Сегодняшний концерт – подарок московской публике. И обещание – мое отсутствие будет недолгим. Еще один месяц я попою, а потом я прекращу ненадолго до января месяца. И в январе я вернусь на сцену Мариинского театра в оперу «Лечебный номер мур». Юлия Решатилова, Татьяна Бодрова, Кирилл Голубев и Александр Грицан. Первый канал.